17 января Церковь Центр Христианского Просвещения в городе Равенское отметила свое трехлетие. Началось торжество с чаепития и вкусного угощения, которое было особенно приятным за дружеским общением. Надо отметить, что в этот день зал собрал более 80 гостей. Не только своих прихожан, но и гостей из разных церквей Москвы и области. Официальная часть началась с поздравлений. Гости из церкви «Слово жизни» в Москве Анна Камазинкова исполнила песню «Ноэль» и вместе со своим супругом поздравила церковь с трехлетием. От Московского Центра Христианского Просвещения в лице служителей церкви супругов Лукьяновых прозвучали поздравительные стихи и благословения, а также христианский рэп от Антона Тимошенко. Дети прочитали стихи ко дню рождения церкви, а небольшая театральная постановка не лишний раз напомнила всем, что верующие – соль земли и призваны ее осолять. Мы искренне благодарны еще раз всем тем, кто сегодня пришел к нам поздравить нас. Была очень хорошая атмосфера, Бог был с нами, Бог обещал нам что-то в новом году, Бог пускал свой свет в нашу жизнь. И мы искренне поздравляем с этим праздником. Я благословляю каждого прихожаня нашей церкви, я благословляю каждого, кто служит нашей церкви. Пусть 2016 год будет действительно годом просвещения, годом пробуждения и годом роста во имя Иисуса Христа. С праздником вас, дорогие! В этот знаменательный день старший пастор объединения церквей «Евангельские христиан» Сергей Малинкин принес особенное благословение, говорив в своей проповеди о важности просвещения в жизни каждого христианина. Я благодарен пастору Алексею за то, что он взял на себя ответственность и служит Богу искренне. Я думаю, что у него, как у лидера этой церкви, большие перспективы. Ну а мы, конечно же, ему будем помогать, будем всегда рядом, потому что это одно объединение и одна церковь Христова. И, конечно, приносит радость тот факт, что мы не просто какая-то маленькая одна единичка церковь, но что мы входим в одно большое всесоюзное содружество евангельских христиан. И вместе в этом содружестве мы – большая сила в Божьих руках.